Добро пожаловать на наш канал! Я стоял, мне казалось, что я большую роль такую играю, ну и старался сдерживать, не смотреть, никуда стоять ровно. Я испытывал ответственность большую перед собой. Такое чувство, как будто ты какой-то особенный. Страшно стоять было. Окружало так много народа, столько внимания и, наверное, гордость какая-то была, я чувствовал. Я испытал волнение, думал, не справлюсь, буду стоять там, кривляться. Ну, а трудности? Ну, я простоял, продержал, сколько надо было. Мелькание городов в отблеске вечного огня, сменяющие друг друга лица. Объем эмоций такой, что, кажется, с этим не справится сознание. Это трудно понять тому, кто не представляет себе детдомовской жизни. Когда ребенок годами находится в замкнутом пространстве, общается с одними и теми же людьми и не догадывается о том, что за забором совсем другой мир. О том, чтобы когда-нибудь увидеть своими глазами Москву, герои этой программы даже не помышляли. Это была моя мечта с детства, съездить в Москву и посмотреть ее. Она очень большая и красивая, мне все понравилось. Я совсем не ожидал, что здесь будет так светло, красиво и так много домов. Ну, только Кремль был на уме, то, что я знал. Поездил по экскурсии, походил и очень много его знал. Ну, ожидания были совсем другие. Женя, Леша и Миша – далеко не самые примерные воспитанники интерната. За каждым тянется шлейф под названием «Трудные». Алкоголь, наркотики, хулиганство – ни у кого из них не было легкой судьбы. В интернате сомневались, можно ли доверить таким ребятам честь представлять область в патриотическом автопробеге. Но кураторы в лице ветеранов морской пехоты убедили поверить именно им. Взяли именно их, потому что они являются лидерами. От того, насколько они будут влиять на коллектив, будет зависеть, что будет происходить в принципе в детском доме. Поэтому постарались сделать так, чтобы они прошли ряд испытаний, которые, я надеюсь, позволят изменить их отношение к своему поведению и к своей учебе. «Две столицы – одна судьба» – так назывался автопробег, задуманный самарскими единороссами. Он стартовал в день Парада памяти прямо с площади Куйбышева и завершился через пять дней на Поклонной горе в Москве. Вместе с ветеранами морской пехоты и курсантами военно-патриотического клуба «Тайфун» в непростой путь отправились и мальчишки из Чапаевской школы-интерната. По команде буду останавливать на отжимания, приседания либо пресс. То есть, говорю, десять отжиманий, бросаем, бежать, падаем, максимально быстро отжимаемся на скорость. Вот так начиналось каждое утро. Быть в форме для участников автопробега – необходимость. Им была доверена серьезная миссия. С собой они везли информацию об историческом параде памяти 41-го в Куйбышеве. Иначе говоря, везли с собой память. В каждом из городов маршрута было множество встреч. Проходили уроки мужества, этапы игры «Зорница», которая также получила второе рождение в Самаре. Парень, который сказал «младший сержант, иди приседай 30 раз». Любые, кто подсказывают, 30 раз приседай. Тебе 10, ладно. Тебе 30 приседаний. Мне очень понравилось. Такие мероприятия у нас проходят, конечно же, не часто, но они оставляют о себе большое впечатление. Мне кажется, все рады, что это произошло, такое мероприятие. Есть такая пословица, что вода камень точит. Вот, наверное, если мы чаще будем проводить вот такие мероприятия, у детей останется. У чувства патриотизма и чувства Родины, Родина будет больше воспитываться. Почти три года ветераны клуба «Контингент» работали с детьми из Чапаевской школы-интерната. Учили их всему, что пригодится в армии и в жизни. В поездке мальчишки сами попробовали себя в роли инструкторов. Пришло время показать полученные знания. Отличная подготовка, очень отличная. Мне все понравилось. Я даже не подозревал, что они с какими-то отклонениями дети. Если бы вы не сказали, я бы не заметил, что они с коррекционной школы. Это глупость какая-то. Нормально, вполне здоровые ребята. Миф о том, что учащиеся коррекционных интернатов невоспитуемы и необучаемы, мальчишки разбили в пух и прах. Они могут справиться с трудными задачами, но для этого их нужно воспитывать и обучать. При мудрости физического характера эти дети освоили давно. А вот как объяснить другим то, что знаешь сам, вот это действительно сложно. Не случайно каждый из вечеров этой поездки был посвящен работе над ошибками. А если он подошел, не поставил в магазин, сразу начал стрелять, я ему говорю? Ну, если он не поставит в магазин, ты ему объяснишь, как можно стрелять из автомата, в котором нет патронов. Чтобы начать стрелять, нужно, чтобы здесь были патроны, и подсоединяйтесь. Газутрук со ствольной накладкой. Первое. Магазин берется в левую руку. Таким вот образом. Магазин берется в левую руку. Второе. Патрон берется в правую руку. Вот таким образом. Желание не подвести, оправдать доверие способно на многое. Не умевшие грамотно выразить собственные мысли, Женя, Леша и Миша проявили просто чудеса педагогики. Слышите управление? Да, держите управление. Чуть повыше. Руку чуть-чуть повыше. Убирайтесь в плечо, локоть повыше. Стойку боковую, ногу сюда уберите, немножко назад. И производите огонь. Слушайте меня внимательно. Прежде всего снимаем магазин. Потом снимаем его с предохранителем. Делаем заряд, смотрим, есть патрон в патроннике. Магазин держится в левой руке, а в правой руке держится патрон. Большим пальцем прижимаем его в середину, и таким способом он проталкивается туда. Сделать шаг из одного мира в другой. На это нужно иметь мужество. Это не могли не признать и сверстники наших героев, благополучные родительские дети. Уважение большое, уважение испытываю, потому что человек преодолел себя перед своими соблазнами и как-то выбивается в люди, учит других людей. Это достойно. Я увидела, что они к цели своей очень хорошо добиваются. Молодцы. Почетный караул на Поклонной горе ребята уже никогда не забудут. Немногим выпадает такая честь. Когда-нибудь, вспомнив те эмоции, они, наверное, смогут найти ответы на какие-то важные вопросы. О целях и смысле поступков. Но уже сейчас они пытаются переосмыслить свое прошлое. Вели себя плохо. Обращались с другими плохо. Грабили. Пыхали. Пили. Теперь, когда Лисиболич взялся за нас, это все ушло в прошлое. О работе с трудными подростками написаны трактаты. Опыт самарских ветеранов морской пехоты опробован на практике. Его эффективность признает все больше людей. Вы с вами другие какие-то волонтеры занимаются? Ну, волонтеры это одно, а военные, вот это, чем мы занимаемся, это другое. Волонтеры там что, с бумагами режешь, там, играешь, там, всякие мячи, там, кидаешь, вышибал всякие. А здесь намного строже, выше. Мы же сами. Любому пацану, конечно, автомат нравится, чем ножницы с бумагой. Мне казалось, что в жизни вообще больше нечего вообще добиваться или идти по жизни. Когда три года назад я так же жил один, ходил так же, бродил, отнимал телефоны, вот так. Мне казалось, что жизни больше не будет. А сейчас я понял, что жизнь в мире есть, и есть к чему стремиться. И я преодолел страхи, и я теперь вижу смысл жизни, идти вперед и ничего не бояться.